Я вас приветствую, с вами Адвагат Егоров и это четвертая часть истории про строительство моей избушки в глухом безлюдном лесу. Трудно не заметить, что избушку я рубил из нерационально толстых бревен. Как известно, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому что ураган уронил, из того и строю. В этом видео я расскажу свою историю устройства фронтонов из бревен. Фронтонов, почти полностью разделенных деревянным проемом. В прошлом году стройку я начал буквально посреди ветровала. И далеко таскать бревна мне не потребовалось. Очевидно, самые удобные бревна я использовал в первую очередь. А в этом году последние бревна из ветровала мне пришлось добывать уже подальше и они были весьма неудобные. Если вы задумали использовать стволы ветровала, будьте предельно осторожны. Пилить напряженный ствол дерева лежащей в ветровале намного опаснее, чем свалить такое же вертикально стоящее дерево. Когда я перепиливал стволы лежащих деревьев, два пня с хлопком очень быстро встали на место. Будьте аккуратны, может похоронить. Каждый раз перед отпиливанием бревна у вывороченного корня я старался сперва отпилить макушку и ветки. Так напряжения в стволе становятся более простыми и предсказуемыми. Кроме того, я старался по возможности расчистить зону вокруг поваленного дерева, предусмотрев пути экстренного отхода. Бывает так, что перепилишь дерево пополам, а обе половины остаются на месте в подвешенном состоянии. Тут важно не допустить, чтобы шину пилы заклинило в пропиле. Ветровали все деревья сложные, и лучше перестраховаться и сделать лишний пропил, но потом остаток дня не вырубать топором расклеенную бензопилу. Деревья, которые до конца не упали, самые опасные, и лучше их не трогать. Но завалившееся дерево над самоизбушкой лишнее, и оставить его так нельзя. Отпилив его макушку, я пробовал уронить его системой блоков, но корни оказались крепче полиспаста. Пришлось пилить. Бревнышко скатилось к самому срубу. Для использования его в этом срубе она тонковата, но позже я выпилил из него лафет и оформил им один из скатых фронтонов. Как вы видите, плахи на обрешетку готовить я начал задолго до конца возведения сруба. В срубе моей избы три полноценных венца, остальное уже фронтоны. Но прежде чем запиливать в стойке бревна фронтонов, надо подготовить сопряжение будущей кровли и последнего венца. Для этого полезно заранее выровнять верхнюю поверхность крайних бревен в последнее венце, ту ее часть, которая будет внутри избы. Это я сделал по направляющей, используя уже известную вам пилораму из двух досок и саморезов. Без направляющей добиться такого результата будет значительно труднее. Оказалось, что бревна последнего венца я вывел идеально в горизонт и по одному уровню. Этого можно добиться, только располагая бревна в венце в разбежку, укладывая маковку на комель, а комель на маковку. Если не соблюдать это правило, избу неизбежно перекосит и углы сруба будут на разной высоте. Когда отпиливаешь бревно в размер, важно не промахнуться и не отпилить лишнего. Поэтому диагональный скос я размечал тщательно и отпилил бревна фронтонов, тоже по направляющей. На этот диагональный спил ляжет лафет, а на лафет уже будут опираться гробыли и плахи обрешетки. Нижний конец лафета должен будет упереться в паз на свесе бревна предпоследнего венца. А верхним концом упереться в охлопень. Где будет охлопень, до конца не ясно, а линию отпила надо определить уже сейчас. Это ответственный узел, ошибиться тут нельзя. На скатах в качестве утеплителя будет уложен дерн. С крутого ската дерн может соскользнуть, что крайне желательно. Чтобы крыша была более пологой, пришлось опустить охлопень ниже запланированного уровня. И как следствие срезать углы у стоек. Про выпиливание плаха горбылия на обрешетку я расскажу в следующей серии. А пока я их использую в качестве лесов. Позиционировать и выбирать по черте межвенцовый продольный паз последних бревен фронтона земли уже невозможно. Высоты моего роста не хватает. Несмотря на то, что короткие бревна фронтонов укладываются относительно легко, по крайней мере не требуется использование ни блок, ни рычаг. Сейчас, смотря со стороны, мне досадно, что я укладываю на место бревно такой длины. Добрую треть от него все равно отпилю. Таскать бревно на треть короче было бы сподручнее. Налицо подтверждение народной мудрости. Да, все мы крепки задним умом. Десять дней назад тут лежал ветровал высотой в два человеческих роста. А сейчас я иду по пропиленному в нем коридору почти как по ровной улице. Теперь не верится, что при первой встрече зазик оказался непреодолимый. Самые короткие бревна фронтона порадовали меня тем, что их можно нести на плече. Правда, именно этот огрызок пришлось отбраковать и заменить на бревно диаметром покрупнее. А жаль, я на нем уже и пас выпилил. Тем временем погода испортилась, небо начало мочить мои бревна. Поискав ветровале подходящее бревно, я решил использовать позабытый пенек. Окорив его, я увидел не только грибок, но и грибницу. За булунь пенька поражена грибком, а ядро чистое как репа. Понимая, что высохнув под кровлей, такое бревнышко простоит, пока крыша не прохудится, я решил его использовать. А чтобы не тащить лишнее к срубу, отпилил его по диагонали сразу на месте. Чем длиннее шина, тем проще сделать ровный продольный пропил. Поэтому в поход я взял с собой две шины. Эта шина имеет рабочую длину 450 мм, в то время как стандартная только 350. Кроме того, запасная шина может здорово пригодиться, когда пилу заклинит в пропиле. Тогда пилу можно будет отсоединить от расклиненной шины, поставить новую шину и рабочей бензопилой освободить пленницу. Бревнышко на замену в диаметре всего на 5 см крупнее, но на массе бревна эта отразилась значительно. Бросается в глаза, что с этим бревном на плече походка у меня не такая легкая и пружинистая. Видите синий тент на заднем плане? Это так и неразгаданная мной загадка. Меня не было на площадке час, а вернувшись я увидел, что тент порван. Оторван усиленный угол. Разорван минимум тройной усиленный шов ткани тафета. Человек на такой не способен. Никаких звуков я не слышал. Лось пробраться через ветровал не смог бы. Мистика. Вывод. Теперь я буду использовать менее прочные оттяжки. Самое вычурное бревно в фронтоне это притолока. И перед тем, как его монтировать на стойке, разумно выбрать паз под притвор. Обратите внимание на мою самодельную скобу. Фиксировать бревна такого большого диаметра возможно только длинной скобой. Но основное достоинство этой скобы в ее форме. Кроме жала и перекладины скоба оснащена четырьмя обухами. Забивать и демонтировать такую скобу одно удовольствие. И конечно паз притвора я традиционно пилю, используя в качестве ограничителя и направляющей доску. На весу делать пропилы по черте, вдобавок точные по глубине, значительно труднее. Притвор готов. Можно монтировать притолоку на вертикальные шипы стоек. Шипы длинные, более 100 миллиметров и рассчитаны на высокий охлопень. Но так как охлопень я опущу, придется укротить притолоку и следовательно срезать большую часть этих шипов. Вот что значит строить без проекта. Без проекта избежать бесполезной работы можно только случайно. Притолоку установлено на место, значит можно сверлить ответный паз для подпятника. Именно тут будет зафиксирована деревянная ось поворота двери. Для монтажа двери потом придется приподнять притолоку вместе со всей крышей. Надеюсь мне получится. В избе не будет никакой отделки и все изъяны на бревнах будут бросаться в глаза. Поэтому их лучше устранить пока это удобно. Тем более что строгать сырое бревно с кобелем одно удовольствие. Работать ручным инструментом приятно. Работа не шумная, вдумчивая. Если ручная пила была бы хотя бы наполовину так же продуктивна как бензопила, я бензопилу и в руки бы не взял. Но за отпуск ручной пилой избу не справить. Второй фронтон симметричен первому и все примененные при его строительстве приема были просто повторены. А значит, уже имея опыт, второй фронтон я возвел по крайней мере в два раза быстрее. Исключение в примененных приемах составила вторая притолока. У нее я пропилил в размер диагональные пропилы не по направляющей, а по разметке. И не смонтированная на нагеле, а лежащей на земле. Всегда удобнее пилить вертикальные, а не горизонтальные пропилы. И стоя на твердой земле, а не на лесах. Чтобы предотвратить смещение бревен относительно друг друга, я их скрепил деревянными нагелями. Все нагели срубил заподлицо. Кроме зарубки в паз, стоек и нагелей, бревна будут скреплены четырьмя лагами из лафета. По одной лаге на каждый скат. А уже на этих лагах будет лежать обрешетка. Я строю крепкую избушку. Но про лаги и кровлю будет рассказ уже в следующей части. Хроники строительства лесной избушки в глухом безлюдном лесу. Спасибо, что делитесь моим видео с друзьями. Пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. С вами был адвокат Егоров. Субтитры сделал DimaTorzok